Поздравляю прекрасную половину человечества с международным женским днем и сейчас по традиции нашего канала хотелось бы показать вам примечательный достойный женский велосипед. Мы уже снимали ранее вам обзоры на женские велосипеды и собственно этот 8 марта не стал исключением, потому что сейчас достойный байк от российского производителя есть у него конечно же прямые конкуренты, но этот выделяется собственно по многим параметрам и далее не будем проводить прямых сопоставлений, а просто перечислим какие-то определенные фишки, из-за которого собственно этот велосипед попал на наш канал и во всем порядку. Итак, рама, внутренняя проводка, гидроформированные трубы, конический стакан, качественный жирный дропаут, такой же как поменяется велосипеде роутер, который уже кстати тоже можно приобрести. В общем-то все в этой раме сделано гармонично. К этой раме второй элемент конструкции по цене это вилка. Вилка в этом велосипеде, внимание, сделано не простая, а вот с такой вот крышечкой, на которой написано air, то есть вилка воздушная. Это значит, что эта вилка весит примерно там, ну такие на полкилограмма легче, чем пружинная вилка. Алда, это алюминиевый анодированный ногами, кстати здесь сделана еще разметочка, на которой можно мерить сек. В этой вилке есть блокировка с надписью ABS+, ну типа как почти как у монету, ну в общем здесь стоит гидравлический картридж и эта вилка, что самое примечательное, подось. В принципе подось это круто, конечно, только зачем повышенная жесткость девушкам, которые будут весить в принципе немного и как правило легче, чем мужики. Непонятно, но тем не менее такой бонус, а приятно. Далее весь велосипед скомпонован на бюджетной трансмиссии по сравнению с аналогом от компании Шумана. Здесь используется микрошифт, значит здесь у нас 10 скоростей, переключатель XLE и кстати он здесь имеет вот такой вот тормоз лапки, который позволяет переключателю меньше трястись на кочках. Ну тоже вряд ли этот велосипед будет использоваться в таких вот условиях, чтобы испытывал какую-то тряску, но тем не менее такая фишка есть. Система интегрирована под 24 вал, это значит у нас есть внешние чашки, повышенный ресурс, повышенная жесткость. Система, кстати, весит вместе с кареткой примерно в 900 грамм, что сопоставимо с аналогом от компании Шумана. Втулки здесь на промподшипниках. Вот это поворот! Соответственно все здесь крутится легко и плавненько, обладает минимальным сопротивлением к качению. Здесь используется двойной опут, обычные стоковые покрышки и один из самых отказоустойчивых и ресурсоемких тормозов от компании Tektra. Вот примерно такой вот стильный байк с вот таким вот дизайном с белой, белоснежной, я бы сказал, практически перламутровой рамой и фиолетовыми декалями. На мой взгляд, смотрится стильно. То есть от такого цветового решения, то есть я был бы в восторге, если бы моя жена ездила на таком байке в таком цвете. Выглядит очень все круто. Поэтому, собственно, если, девушки, вы смотрите обзор на этот велосипед, просто кидайте ссылочку кому-нибудь из вашего окружения и говорите «хочу». Вот и все. По большому счету, какие-то есть варианты, можно с чем-то посравнивать, но эти варианты ограничены. А данный Starke Vivo находится сейчас в доступе, в продаже, поэтому можете прийти посмотреть их в магазинах и оценить этот велосипед вживую. С моей точки зрения, я бы его рекомендовал бы как идеальное сочетание цена-качество. И если у вас есть какие-то предложения по апгрейду этого велосипеда, можете смело писать в комментариях. Даже, в принципе, если хотите захейтить, тоже можете писать. Фу, здесь не шиманы и все в таких красках. И давайте обсудим ценообразование, если вдруг вы сомневались по каким-либо компонентам на этом велосипеде. Вот такой краткий небольшой обзор. Еще раз поздравляю с 8 марта. Ставьте лайк этому велосипеду, делайте репосты, а мы пойдем ремонтировать велосипеды.